Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное. Вам здравствуйте! Поговорим о Ольге Уралочке. Ну что ж, ребята, последние мои скрины подписчики Ольги Уралочке 60 700 подписчиков. Якобы как было, так и осталось. Подписок нет. Доказать, конечно же, нужно всю мощь того, что ничего не происходит. На канале якобы всё в порядке. Вы прекрасно видите, что под низом скрин моего ролика, который был выпущен вчера, и это всё легко-легко проверяется. Якобы ничего не произошло, зрители не очухались, и всё тихо и мирно на канале. Теперь вы видите статистику по Social Blade. Это официальный аналитический сайт, который просчитывает любого блогера с любой социальной сети. Всё, что монетизировано, то есть приносит доход, платится за что деньги. Social Blade всё анализирует и, конечно же, показывает. Вот творческая, вернее, не творческая студия, а скрин с Social Blade по Ольге Уралочке. Вы видите, у неё в прошлом месяце просели просмотры, просели подписчики, но даже вопрос не в этом. Сейчас в Social Blade будет следующий скрин, который покажет, что за три дня от неё отписалось 3000 человек. И вот это её реальные потери. Вы знаете, глупо выглядит, когда начинают накручивать подписки. Вот, кстати, и скрин. 600 человек отписалось первый день, 1300 во второй день, и 1000 человек отписалось от неё за вчера. И что мы видим у неё на канале? Совершенно другую картину маслом. То есть, походу, просто взяли и накрутили обратно подписчиков. Когда заходишь к ней на канал, подписчики скрыты вообще. Мне интересно, когда Social Blade покажет плюс по этим подписчикам, что они типа вновь прибывшие. Но вы сами прекрасно видите и понимаете, что не могут 3000 человек как отписаться и ежесекундно за какое-то короткое время, короткий отрезок подписаться обратно. Особенно после того, что на самом деле произошло у неё на канале. А все теперь прекрасно понимают, что вот это масло масляное, которое лилось, и даже с вот этими извинениями. Меня ещё вчера насторожил тот момент, что когда они извинялись, да, и зашёл разговор опять-таки за вот это, да, ну, я даже не знаю, как это назвать. Ну, в общем, за вот этот знак, да, и вот эти призывы, приветствие Гитлеру. Сафар начал смеяться. И вот опять-таки все удивлялись, и сам Сафар бил себя пяткой в грудь и доказывал всем, что если бы он этот момент увидел, то, конечно, бы его вырезал. Но забыл Сафарка упомянуть, что именно он это произнёс. Если взять отрезок этого ролика и нажать на стоп-кадр, на замедленное воспроизведение, становится видно, что друг вытянул руку, но голос звучал за кадром. И у друга в этот момент рот был закрыт. То есть не он произнёс это приветствие, а сам Сафарик. И поэтому он его не вырезал, потому что он не видел в этом ничего страшного и предосудительного. Для него это была норма. И согласитесь, какая реакция. То есть только один вытянул другу, другой сразу руку, вернее, другой сразу начал скандировать. Это говорит о том, что у них это в башке. То есть представьте, какая молниеносная реакция. Вот если при вас вытянуть руку, вы начнёте это делать? Конечно же нет. А здесь именно 100% сразу вот такая ответная реакция. И уже доказано на 100%, что это произнёс Сафарик. И вы знаете, я никогда не поверю, что у Равочка не узнала голос собственного мужа, жениха, сожителя. Неважно. Но сам факт. Она его голос узнала стопудово. И сидела, доказывала, и все шишки сыпала именно на этого друга. Для того, чтобы не потерять аудиторию и не спровоцировать ненависть и агрессию к самому Сафарику. А ведь по факту уже доказано, что это сделал именно он. И вот с какими лицами они сидели, сливали, скажем так, полностью этого друга, всё говно лили на него. Какой он типа, да, вообще они сами в шоке, какой недобропорядочный человек. И не каждый может отвечать за гостей. Но за гостей может быть. Но Ольге Уралочке, думаю, как минимум стоит ответить за своего ухажёра, который это всё озвучил. И при этом сидел, утверждал, что у него дедушка ветеран Великой Отечественной войны. Он чтит и уважает этих людей. И он сам бедняга в шоке. И для него это была дикость. Просто дикость, что себе позволил сделать их друг. А вот по факту, ребята, всё доказано. И вот эти даже сейчас накрутки, чтобы спасти хоть как-то сложившуюся ситуацию, выглядят действительно глупо и нелепо. Для кого и для чего это делается, абсолютно непонятно. И, кстати, они, наверное, не задумываются о том, что если Ютуб увидит резкую вот такую накрутку, начнётся, скажем так, теневой бан их канала и начнут мониторить, откуда взялось такое количество подписок резко за один день. Ютуб к этому относится очень остороженно. Потому что обычно у любого блогера есть какая-то периодичность подписок. Есть какое-то количество подписчиков, которое подписывается каждый день. А когда идёт стабильная статистика, Ютуб тут уже начинает задумываться, а что говорить за то, что с одного ролика подписалось якобы такое количество людей. И всё-таки, наверное, люди недалёкие и не понимают последствий того, что они делают. И вы знаете, в этой ситуации, мне кажется, нужно было не за друга извиняться, а, конечно же, в первую очередь за своё поведение. И какие-то вот недалёкие люди, они посчитали, что если удалили ролик, то всё типа шито-крыто и никто ничего не узнает. Но когда теперь доказано, что это сделал Сафар, я даже не представляю, как они будут выкручиваться и как они будут это всё объяснять. Но если, конечно же, хватит духа. Либо они будут дальше играть в молчанку и типа ничего не произошло, всё замечательно и вот этого момента, что это сделал Сафар, просто не было. А на них, конечно же, как всегда, наговаривают злые люди, завистники. Ребята, ну больше всего поражает армия хомяков. Честно, они пишут такие шедевры, что становится страшно за этих людей. И думаешь, вот кто они, откуда они? Им приводишь голые факты, да, какие-то события, которые совершили блогеры. А они слепо тебе кричат за какие-то бумеранги. Они тебе рассказывают, что ты завидуешь. А будь ты проклята. Ребята, я такого дебилизма ещё не встречала. Честно, я понимаю, да, что каждый защищает свои идеалы. Когда они прибегают на канал, они не так топят за блогера, как они топят за то, что им близко по духу. Потому что как раз-таки блогер показывает у себя на канале то, что близко этим людям. Поэтому эти люди и собираются на этом канале. Не обязательно уралочки, на любом канале. То, что они поддерживают. И вот представьте, что эти люди прибегают защищать. За что они опорвут. И вот когда они прилетают и начинают вот эти шедевры писать, отставьте их в покое. Это всё ложь. Это всё провокация. Вы это всё подстроили. Мне хочется сказать умалишённой. Возьмите, подстройте. Возьмите это всё и попробуйте смонтировать. Я как человек, который монтирует ролики, и как любой блогер, прекрасно понимает, что это невозможно сделать. Это невозможно на ролике, скажем так, убрать речь. Если человек открывает губы, сделать так, чтобы они казались сомкнутыми. Это невозможно наложить голос за кадром, если его произносит не человек. В общем, вот эти все моменты и нюансы просто физически невозможно сделать. Но это либо надо быть каким-то суперрежиссёром. Но если бы хотели снести канал, то сносили бы явно какой-то канал миллионников. Миллионников. Но явно бы никто не прилагал руку к каналу Оли Уралочки. Не тот масштаб, не то количество подписчиков и, конечно же, не те просмотры. Поэтому то, что ролик реальный, это стопроцентный факт. И это уже доказано. Как бы ни пытались эти хомяки опровергать, доказывать, что нет, это неправда, это всё подстроено. Это реальная правда. А уж если вы не хотите в это верить, ну оставайтесь, я не знаю, там, шорами на глазах и наслаждайтесь этой жизнью. И верьте в то, что Оля Уралочка прекрасная женщина, которая сидела, знала, что это сказал её муж, и при этом его обеливала перед всеми и застирала друга. А ведь по факту вина лежит на обоих. И на друге, и, конечно же, на любимом сафарке. Ну вот так вот, ребят, для меня это выглядело. Продолжение, конечно же, следует. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!